Всем привет, зрители и подписчики канала GamesAPS. Я решил поиграть в игру Wallian Heart The Great War. Доблестные сердца, Великая война. Значит, это Адвенчура от Ubisoft. На движке, по-моему, Cartoon Engine, как-то так, по-моему, называется. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чайком, печеньками. Я думаю, будет интересно, потому что это скорее интерактивный мультфильм, чем игра. Но, конечно, нам придется чего-то делать. В общем, давайте смотреть. Музыку я отключил, потому что YouTube, сами понимаете, не очень любит музыку. Хотя Ubisoft более-менее лояльно к этому относится, но все же от греха. Саундтрек, конечно, здесь прикольный, но я его так же не буду слышать, как и вы. Надеюсь, вам понравится. Давайте начинать. 1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Союзная ей Франция Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через пару дней после высылки Карла Войне показалось мало И она забрала Эмиля С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму И отправился в Сен-Миэль Как и многие другие Он мог только гадать Что ждет его впереди Так, ну, собственно, война Война это всегда плохо Давайте пробовать Хе-хе-хе-хе Че тебе надо? М? Что тебе надо? Ты хочешь, чтобы я туда пошел? Ну ладно Нет, я пойду туда Сам туда иди Хе-хе-хе Вон там товарищи спят, стоят Так, это наше задание Факт, вернее Объявление войны 28 июня 1914 года В Сараево был убит Наследник канцера Венгерского престола Эрцгерцог Франц Фердинанд Действия нескольких держав Связанных с цепочкой Дипломатических и военных соглашений Привели Европу К вооруженному конфликту Который после подключения К нему колонии Приобрел глобальный масштаб 1 августа Германия объявила верну Россию 3 августа Франции 4 августа Германия объявила войну Британии 11 и 12 августа Франция и Британия заявили о том Что находятся в состоянии войны с Австро-Венгерией Ну вот как-то так Венгрией Так, что это у нас здесь? Формирование армии Армии и большинство участников войны Набирались по призыву В Германии возраст солдат составлялся от 17 до 45 лет Призыв начинался с 20 Срок службы составлял 2-3 года Во Франции военнообязанными считались мужчины В возрасте от 20 до 48 лет Служба длилась 3 года Ну здесь вроде так и написано Российская армия набиралась из 21-летних призывников Они служили 3 года и оставались в запасе до 43 лет В годы войны призывы подлежали все военнообязанные мужчины В Англии в 1914 году имелась лишь возможность Вернее небольшая профессиональная армия До 1916 года войска формировались из добровольцев Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41 года Железные дороги Важнейшую роль в переброске войск на передовую их снабжение играли железные дороги Уже в августе 1914 года британцы направились к линии фронта Инженерные войска для прокладки новых маршрутов В Германии, которая заранее готовилась к войне, железные дороги находились в превосходном состоянии И охватывали все важные направления Франция также обладала хорошо развитой железнодорожной сетью Переброска войск к границе началась уже в день объявления войны и завершилась менее чем за 2,5 дня Несмотря на обширные территории, мобилизация в России также прошла успешно Кровавый август 1914 года В первых боях германские войска начали одерживать быстрые победы Оккупировав часть Бельгии, в конце августа они двинулись к Парижу Французская армия в массовом порядке отступала Враг легко теснил ее, отбивая все атаки Многие солдаты попадали в плен или погибали Период с августа по сентябрь считается самым кровавым периодом войны В одной и только французской армии за это время было убито и ранено 180 тысяч человек Французские власти выдали это отступление за организованный отход Началась новая война за общественное сознание Вот как-то так Все это, конечно, очень печально Так, что это у нас такое? Предметы? Факты, факты и предметы Здесь, я так понимаю, они будут появляться все больше и больше Чего там? Либерте, аглите, фратерните Написано Свобода, честь, мужество, кажется Да че ты за нами бегаешь-то? Так, хорошо, нас уже одели Мгновенно одели Че, к гарнисту вернутся, что ли? Давай, ура! Побежали Чего? Побежали Молодец, говорит Пежи дальше, кидай гранаты Так, хорошо Наверное, как-то так А на джойстике можно в эту игру играть? Слушайте, а давайте на джойстике в эту игру играть, не? О, слушайте, так это же удобнее, чем на клавиатуре Хорошо Бежим, 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 бежим Не Так, это у нас факты Где у нас гранату взять? А, просто ж Правый Курок Э, промазал? Как так? Ну а если так вот О, так нормально Отлично Молодец, говорит Так держать, побежали дальше Говорит, что ли, в строй встать Поднимаем флаг Хорошо, как это сделать Отлично Фраг Франции, я так понимаю Моя дорогая Мари Мы все ближе к Парижу Странно, но обстановка тут очень веселая Надеюсь, с урожаем все хорошо Соседи помогут его собрать Они очень добрые и отзывчивые люди Напишу, как только получу назначение Поцелуй за меня внука То есть это, так понимаю, отец Мари Первый человек, это муж ее Пытаясь попасть к своему полку на платформу 21 Эмиль встретит того, с кем будет сражаться Бокок Человека, который станет его лучшим другом Окей А можно дернуть? Я так понимаю, что этот большой дядька Че? Не? Нельзя? А по голове тебе не дать Так, окей А у вас тут че, мужики? Колдырите? Можно с вами поколдырить? Не? Нельзя туда идти, понятно А бухла можно взять? О, спасибо Ребят, вы меня не пускаете? Может пойдете побухаете, а? Я вам водки принес Ну или винишко Не? Че, не? Кого кидать-то надо? Эмм Мне кажется, нужно каким-то образом залезть на состав Там вот еще один рычаг есть, который Только я пока не могу понять, как это сделать А, ты любишь... Понятно Ты любишь винцо Винца не желаете? Типа я могу теперь идти? Нет? А, любит белое вино То есть красное ему не подходит Да пей уже Короче, он любит белое вино А белое вино Вот этого чувака Но я его, походу, взять не... А, нормально Че? Хватит бухать-то На, держи, братан Может, тут еще что осталось Ага Я могу теперь пройти? Спасибо Так, дневник А, нет доступных подсказок Окей На кой черт? А, нельзя? Музыки хочешь? Ну, чуваки Как насчет сыграть? А вам чего надо? Короче, вам надо как-то Сделать музыку О Так, теперь ему надо Нет? То есть, чтобы тот заиграл Надо, чтобы кто-то еще играл О, хорошо Теперь, может быть, ты заиграешь Нет Блин, а почему музыка не играет? А, юра Ну да, конечно Музыку-то я отключил Так, теперь я могу Пойти вверх Ну, я думаю, там играет что-то вроде Та-та-та-та-та-та Как-то так Хотя не факт, что там музыка играет Так, теперь я могу Этих товарищей Ага Э Теперь я могу здесь слезть, да? Да А ты откуда уже винишко себе намутил? Ну-ка Дай-ка мне его сюда Не нужно оно тебе Ага Говорит, спасибо большое Я Фредди Ты откуда? С Америки О Поезд отправляется Побежали Пока, братан Хе-хе Я ж тебя перегоню сейчас Нет? Биво-ля Франц Биво-ля Франц Говорит Упс Охренеть Охренеть Вот это сейчас будут залпы Вперед, блин Упс Охренеть На месте бежи Хе-хе-хе Охренеть Командира ранила Ёшкин дрын Че происходит Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай Офигеть Куски просто валяются Надеюсь, мы хоть выживем Офигеть Че, все что ли? Убили Немчура Чего? Мадмуазель Шайон Рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа Был ранен противником И после этого Захвачен в плен Надеемся Он Скоро сообщит вам То есть вы видели Кто в него стрелял? Вернее, кто был в составе противника Офигеть Фредди Гражданин Америки Записался добровольцем В армию Франции В самом начале войны За его показной отвагой Таилась лишь пустота Оставленная войной Фредди Хотел лишь одного Наказать тех Кто сломал ему жизнь Во время битвы на Марне Фредди Наконец отыскал Следы того полка Которым командовал Барон Фондорф Сейчас Фредди Будет по-моему Всем раздавать Не? А, ТНТ Понял Хорошо Фредди тот еще чувак Я так понимаю О, да Ломай, круши Почему нет доступных Подсказок Я же вроде правильно Все нажимаю А, вот кстати Давайте почитаем Американцы в армии Франции Сразу после начала войны В армии Франции Были добровольно Зачислены 128 американцев Почти все они На тот момент Находились в Париже Большинство добровольцев Поступило в иностранный Легион И сражалось в битве на Марне Остальные стали летчиками Состава Составив основную Основу Сформированной позже Эскадрильи Лафайет Из тех 128 американцев Прочти каждый пятый Отдал свою жизнь За Францию Среди них Был известный Поэт Алан Сигер Алан Сигер Подвиг этих людей Прилег огромное внимание Американских журналистов Их публикации Стали решающим фактором Появившихся Повлиявших на решение США Вступить в войну В 1917 году Битва на Марне Согласно плану Шлиффена Разработанному Задолго до начала войны Германия должна была Оккупировать Францию Встолкнувшись В нее с севера Через территорию Бельгии После череды неудач В августе Французские войска Все же дали Отпор германской Военной машине В битве на Марне При Марне 6 сентября Предотвратив Захват Парижа В этом сражении Франко-британскими силами Впервые удалось Остановить натиск немцев И тем самым Сорвать их Основной стратегический план Фронт После этого Сместился к северу И с наступлением Декабря Ставилизировался Началась Позиционная война Пулеметы Первая мировая война Наглядно показала Насколько далеко За последние годы Ушел технический прогресс Его символом Можно смело назвать Пулемет Модели той эпохи Могли сделать Целых 200 выстрелов Подряд Без потребностей В охлаждении И отлично подходили Для поддержки Пехотных атак В бою немцы Обычно размещали Их на передовой линии На первом этапе войны Это позволяло им Получать огромное Преимущество Над противником Захват знамен Боевое знамя Имело огромную важность Для каждого Воинского подразделения Неудивительно Что любой из таких флагов Считался очень ценным трофеем Оказавшись в безвыходном положении Бойцы старались сжечь Или спрятать знамя До того Как попадут вместе с ним В руки К врагу Когда война Приобрела Позиционный характер Знамена Исчезли С поля боя Их демонстрировали Только во время Различных военных церемоний Проводившихся Вдали от фронта Как-то так О, гранаты Надеюсь правильно Граната сейчас по идее Должна разорвать землю Нет? Нифига неправильно А если так? О, так должно сработать Хорошо Там что-то кстати лежало Но я таки не понял Можно было его взять или нет Давай, давай Редди, ты сможешь Вперед В лобовую Ура Не, вообще игрушка клевая Классно сделано Так, ну понятное дело Что граната к тебе Не долетит У тебя там защита Вот это может сработать Так, короче Ждем Я так понимаю Пока Он перезарядится Давай, давай, давай Лично На На Че А гранату не желаешь? Не, хотя гранатой Скорее всего Надо будет раздолбать Блин Ага Еще реагирует Даже на это дело Офигеть, блин С одного удара Так То есть Во время того Как он Отвлекается Надо его Быстренько гасить Что ли Или бросить Кирпич куда-нибудь Туда А, во Нормально Эй, гранату Не взял Надо было Гранату взять Все же Динамит Понял Еще надо А, все Рубаем Ич Ич Че случилось? Аааа Хорошо Бомбанули фрица Че это там было Карта Штабная Штабная карта Совершая маневры На сельской местности Создал солдат Первой мировой Не мог подробно Современным Современным Подобно современным Бойцам Использовать Спутниковую навигацию Его распоряжение Была лишь Компас и штабная карта Задачи по ориентированию Возлагались В первую очередь На офицеров И унтер-офицеров Понял О, гранаты эти Противопехотные И противотанковые Ну, давайте Зашвырнем Маленько Давай Бросай О, хорошо Че будет весело Отлично Вообще шикарно Игровая механика Хоть и Учитывая Такую графику Она просто шикарна Давай Так, еще один пулемет Тихо-тихо-тихо Ждем перезарядки Отлично Ну-ка Должны успеть Хорошо Пови гранату Хорошо Еще одну Давай тебе туда забросим Наверное, как-то так Да, хорошо Он даже не подозревает А не, увидел Отлично Блин, жалко Пулемет нельзя взять Ему он бы как раз Нормально был Пулеметный огонь Ага Вот ты где, говню Ага Сваливаешь Сваливай Чего? На дирижабле улетел? Ну, офигеть теперь Так, еще один пулемет И бомбы еще и притом Офигеть Так, хорошо Мне нужно чем-то Сбросить лестницу Эм, а чем я ее могу сбросить? А, вот Нормально прохожу Винишком, что ли? Блин, винишка Жалко Ну, а что поделаешь? Так, не Надо его сначала отвлечь Давай, 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 давай Иди смотри, что там случилось Оп Хорошо Успел Помидорки Так, хорошо Помидорками По идее Надо в колокол Долбануть На Мудак Хорошо Здрасте А флажок можно спустить? Да Хорошо Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев Линия фронта сдвинулась к северу И с началом зимы замерла Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей Который станет одним из символов Первой мировой Полк Карла отступил в окрестности Нев Шапеля Именно там находился в плену Эмиль И самое интересное, что они что друг друга знают Ах, засранцы, блин А вот и Карл Че, сосиску хочешь? Ну, что ж, давайте на этом серию завершим Будут у нас такие получасовые серии Продолжим в следующий раз В следующей серии, надеюсь, вам понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!